Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам еще одно блюдо, любимое нашей семьей. Его мы готовим очень часто, практически через день. И только меняю немножко ингредиенты какие-то. Это тоже блюдо, которое не требует какой-то особой готовки. Здесь важно только все нарезать мелкой соломкой и все. Блюдо называется Вольном Сам. И берет начало оно во Вьетнаме, но уже такое под корейцев адаптированное блюдо. Нам понадобится много овощей. Здесь вот вы видите, есть и паприка, и листья перилы, свекла, лук, капуста, огурец, морковка, проростки. Нам понадобятся вареные яйца и вот такие вот, я не знаю, как это называется в России, но это молодые такие проростки овощей. И еще нам сегодня понадобятся креветки. Сегодня мы будем делать Вольном Сам с креветками. Можно делать его тоже с чем угодно, в принципе. Что, поехали? Для начала мы нарезаем тоненькой соломкой наши овощи. У меня не очень удачный нож. Я не знаю, как я им буду сейчас резать, наверное, все пальцы пообрежу. Есть у меня еще большой нож, но он вообще большой, неудачный. Он все-таки им, наверное, лучше будет резать. А, резать. Резать у нас умеет муж, я резать не умею. Поэтому сейчас будете свидетелями того, как я обрежу себе пальцы все. Может, надо резать тонко? Тонкой соломкой? Я так не умею. Все уже порезанные овощи мы складываем вот в такую специальную чашку. Она может выглядеть по-разному, но у меня вот такая, потому что ее можно закрыть такой крышкой и убрать в холодильник, если, например, что-то осталось. Очень удобно. Но бывают они разного размера, из разных материалов сделаны. У меня вот такая. И постепенно мы наши нарезанные овощи туда складываем. Овощи все свежие, вареного здесь ничего нет. Это резать не буду, потому что оно какое-то толстое. У меня не получится это порезать. Обязательно нужен лук, без лука. Это блюдо никуда. Лук режем просто не сильно мелко, а такими проголковатыми полукольцами. Сюда же можем положить наши грибы, так как все равно все не влезет наверняка. Рядом с луком мы положим. Вот такой вот у нас пока получается. Давайте продолжать. Морковку резать тоже очень трудно. У меня раньше была такая специальная шинковка, которую можно было нарезать очень мелкой соломкой. Но я ее выбросила. Очень я люблю освобождать всякие шкафчики и все подряд выбрасывать. Когда кажется, что оно не нужно, а потом спохватишься от чего-то, а его уже нет. Оно уже на полу. Складываем вот таким образом. Я сейчас одной рукой это делаю, поэтому у меня не очень получается красиво. Но вы так снимать не будете, будете делать красиво, да? Надеюсь. Так, вот эти вот, которые коротенькие, фигнитюлечки, их не надо. Только вид испортит. Абнатин здания Вообще, если у вас чего-то нет из этих овощей, из этих ингредиентов, ничего страшного. Здесь вполне все заменяемо, замещаемо. Можно что-то не положить, что-то положить другое. Но только, конечно, не кабачки, там какие-то баклажаны, картошку, тыкву, такое вот сюда не кладется. А так, в принципе, все, что растет на огороде, у вас все подойдет. Оставшиеся овощи, друзья, мы ни в коем случае не выбрасываем. Мы это используем завтра еще в одном блюде, я вам покажу обязательно. Довольно часто бывает, что все ингредиенты не влазят на одну тарелку, на одно блюдо. Поэтому не расстраиваемся, берем еще одну тарелку любую и используем ее. Яйцо у нас любят очень дети, кладут его много, поэтому всегда не хватает. В среднем я делаю где-то 3-4 яйца. На четверых человек. Теперь нужно помыть вот эти вот еще проростки. Они вкуса редиса, прям на вкус они редиска редиской. Друзья, необходимый в этом блюде ингредиент, это, конечно же, ананас. Ананас просто вот такой вот консервированный. И без него никак, он придает блюду пикантности и вообще вот это сочетание сладкого, плюс вот этого всего. В общем, поверьте мне на слово, без ананаса это блюдо не состоится. Так же, как без соуса специального. Дети, естественно, ананас тоже любят, кладут много, поэтому практически все мы и используем за один раз. Я беру специально маленькую баночку, чтобы можно было все использовать за раз. Примерно вот такого размера кусочки должно быть. И складываем их на отдельную тарелочку. Для симметрии мы сюда поставим чашечку с соусом. Это специальный соус для этого блюда, вольный амсам. Все, красота готова. Нам осталось только приготовить креветки. Для этого блюда мы их просто отварим. Обычно, если просто так едите креветки, то лучше их жарить на соли, свежие креветки. А для этого блюда лучше их все-таки отварить, потому что они должны очень хорошо отходить от кожицы. Креветки хорошенько промываем холодной водой и скидываем в кипящую воду. Несколько минут и они готовы. Видите, сразу начинает краснеть. Буквально минуты 2-3 и креветки наши готовы. Видите, как президент себя чистит в такой позе. Что надо, скажите? Что вам надо? Когда креветки закипают, у них появляется вот такая вот красная пенка. И, в принципе, они готовы. Ледяной водой опять промываем. Все, наши креветки готовы. Сейчас мы их почистим, чтобы детям было легче есть. Также нам понадобятся вот такие вот рисовые бумаги. Она сейчас везде продается в России, я знаю. Как и соусы вот эти. И да, она идет в это блюдо. Та-да-дам! Вот так выглядит наш стол. Здесь кипяток. Сюда нужно будет макать бумагу. Почему-то она у нас получилась на противоположном конце стола. И сейчас я покажу, как это все естся. Давай, показывай. Вот так вот макается рисовая бумага. Наверняка в России уже все так едят давно, но я не знаю, не видела. И теперь кладется в эту бумагу все, что хотите. Ананас, яйцо, креветка. Обязательно нужно класть листья перилы и лук. Ну, это вкусно, самое вкусное, как мне кажется. Ангелина поела, поэтому не ест. Она не дождалась всех, поела первое. Друзья, это самый лучший способ заставить детей есть свежие овощи. Они едят это с удовольствием. Очень вкусно, да? Вообще супер. А это что такое валяется, Гелик? Ну, как так можно? Это был ее выпускной документ из прошлой группы в садике. Она его испортила. Каждый год выдаю детям вот такие вот выпускные документы. О том, что они закончили такую-то группу. У меня, друзья, сейчас такая идея в голове полностью все убрать из зала и сделать Ангелину кину игровую комнату, да, игровую комнату. Сунгана, у тебя что? Весь в наклейке. Бусырное бою. Я, Ангелин. Что это? Что это? Что это? Да, кстати, свеклу корейцы вот так едят. Мало где они ее едят. Но вот в этом блюде прям свежую, сырую свеклу едят. Я очень свое, очень лечу. Я вот здесь, когда я очень лечу, я очень помню. Клори витамины. Поль, 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 поль. Ангелина решила папе сделать. Бутерброд. Хватит, Хуань, сейчас растает. Попробуем. Попробуем. Ой, 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 ой. Ангелина, что ты делаешь? Добавляйте, что ты делаешь? Добавляйте. Чокумсик. Чокумсик. А что это? Да невозможно. Чакана, такわかлось. минутку. Um? あ-м, что ты делаешь? Нерь $1 с treball. Одна отлично. У тебя было поверено. Назначительно? Докури? Докури?? Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok